Мероприятия по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией и контролю эпидситуации в регионе проводятся регулярно. Их эффективность обсудили на пресс-конференции в центре СПИД. К сожалению, Ульяновская область относится к высокопоражённым регионам и занимает 17 место по количеству инфицированных в России. По сравнению с 2022 годом зафиксировано рост заболевших на 20%. Передаётся ВИЧ-инфекция в регионе в основном половым путём. Если вы запомнили, на территории Российской Федерации гетеросексуальный половой контакт составляет 72%, а, к сожалению, наши показатели выше. И получается, что у нас на территории нашей Ульяновской области, вот посмотрите, гетеросексуальный контакт, то есть у нас 87,7%. На сегодняшний день в Ульяновской области более 11 тысяч инфицированных ВИЧ-пациентов. Большая часть заболевших мужчины и женщины от 30 до 50 лет. Чаще всего проживающие в сельской местности. Радует, что благодаря современным технологиям и препаратам СПИД сегодня не приговор. Люди не умирают в молодом возрасте от ВИЧ-инфекции, если они регулярно принимают противоверсную терапию. Они доживают уже до достаточно преклонных лет, и поэтому нам приходится уже обдумывать не само лечение ВИЧ-инфекции, а, скажем так, сопутствующие проблемы, которые возникают у человека с возрастом. К сожалению, многие ульяновцы не проходят необходимые тестирования один раз в год, что очень важно для своевременного выявления болезни. Пройти обследование может каждый желающий в короткий срок. Для удобства населения созданы выездные пункты экспресс-тестирования. Один из них сегодня работает в самом крупном ульяновском торговом центре. Буквально за 10 минут вы можете узнать свой статус. Считаю, что каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус, потому что это пандемия по всему миру, и никто от этого не застрахован. Также для уменьшения новых вспышек заболеваемости регулярно проводятся информационные мероприятия для школьников, студентов и работников организаций.